МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агрессия России в Украине стала продуктом советского и имперского наследия путинской России, пишет Дэвид Сатор в статье Уллстрит Джорнал о заглавленной «Путин хочет вернуть Украину в СССР». Название скорее броское, чем точное, поскольку речь в статье в основном идет об имперских инстинктах российской власти, которые стали причиной войны, инстинктах, опасность которых не хотели осознавать в западных столицах в течение трех десятилетий. Россию, точнее Ельцина и Путина, могли остановить раньше, предотвратив катастрофическую войну в Украине, убежден Дэвид Сатор. С такой трактовкой постсоветской эпохи согласны не все. Например, американский историк и политолог Леон Арон пишет в Уоллстрит Джорнал, что путинизм мог быть случайной извилинной исторического процесса. О случайностях и закономерностях мы и будем сегодня говорить. Дэвид, вы пишете, что сейчас есть возможность освободить Россию от бремени советского наследия, а мир от опасности российской экспансии, сделав все необходимое для победы Украины. И наследие, о котором вы говорите, насколько я понимаю, можно назвать российским империализмом. Я думаю, все-таки, что из-за вторжения в Украину было трудно это сомневаться. Я старался в статье просто объяснить корни всего этого. И, естественно, нельзя игнорировать факт, что мы имели много возможностей остановить Россию и реагировать на агрессию и на провокацию. И мы это не сделали. Поэтому самое главное здесь, надо понимать, что это война, которую мы могли бы избегать, если мы просто реально смотрели на Россию, на Ельцин, на все это историческое развитие. Отношение сил такой, что Россию можно остановить и можно просто воздержать. Но мы это не сделали. Мы создали ситуацию, где Россия и Путин, они были убеждены, что они могли начать войну без последствий. Ну, слава Богу, что последствия были, и мы, наконец, реагировали. Но было бы гораздо лучше реагировать раньше, начиная, между прочим, в 93-м году, когда Ельцин разгонял парламент. Каждый раз, когда они совершили преступление, мы нашли объяснение этого. И причина не реагировать. Дэвид, понятно, что ваша статья обращена к американской западной аудитории, которой вы убеждаете, что путинская Россия – это страна, представляющая особую опасность, которую пытались назамечать и которую сегодня необходимо нейтрализовать. Но вы считаете, что это реалистичные надежды? Ведь Запад практически никогда не был способен предотвратить агрессию. Это частично можно понимать, потому что демократический лидер не может рискнуть жизни его людей просто так. Но у нас были другие ситуации в отношении России. Например, в 99-м году, после взрывов в домах, мы помогли просто задать вопрос, что случилось здесь, почему агенты Федеральной службы безопасности были арестованы после того, когда они поместили бомбу в подвале, в здании, в жилом доме в Рязани. Мы ни слова не сказали. После убийства Александра Литвиненко мы бы могли наложить какие-то санкции. Мы это не сделали. Наоборот, наша реакция была новая политика перезагрузка. Такая глупость, которую мы проявили в течение этого периода, это умышленное желание не видеть. Потому что многие из этих не очень глубоких людей, которые занимались Россией, они, вопреки всю логику, агентфицировались с русскими лидерами. Они начали видеть в Йелцин и в Путин своего рода клиенты. И чувствовали, что даже они имели ставку в их успех. Не понимаю, с кем они имели дело. Дэвид Саттер, правильно ли я понимаю, то есть с вашей статьи Wall Street Journal, Россия, грубо говоря, генетически предрасположена к имперскому взгляду на мир и потому опасна? Я не бы использовал слово «генетически». Я считаю, что направление русской истории, политическое развитие, это направление империализма, создало такую социальную психологию в России, где люди компенсируют психологически для отсутствия прав и вообще беспомощных перед государством, утешение, что они все-таки часть великого государства, который способен внушить страх другим. Это не у всех, безусловно, но это преобладает. Все-таки любая психология, национальная психология, можно менять под давлением исторических событий. Поэтому это была психология, которая унаследовала Советский Союз, которая ультрировала Советский Союз и передала сегодняшнюю Россию. Это не значит, что это будет существовать все время, потому что русские люди, они показывают очень хорошо, что когда они бывают в других условиях, они ведут себя совершенно демократично, они абсолютно способны на нормальную этическую жизнь. Дэвид, вы полемизируетесь с теми, кто считает Владимира Путина исключительно виновным в возрождении экспансионистских инстинктов в России, что было до недавнего времени довольно популярной точкой зрения. Например, Барак Обама, начиная перезагрузку, по словам его советников, исходил из того, что с тогдашним президентом Медведевым можно иметь дело. Вы настаиваете на том, что Путин лишь подхватил, что было заложено в правление Бориса Ельцина? В империализме это уже было очевидно с самого начала войны в Абхазии в 92-м году, когда Россия сразу же старалась дестабилизировать Грузию. Россия оккупировала часть Молдавии, вмешивалась в Таджикистане. Военная доктрина при Ельцина обязывала Россию защитить русскоязычное население. Везде это уже создало предлог для будущей агрессии. Уже не говоря о войнах в Чечне, которые никому не были нужны, было бы очень легко избегать. И в случае второй чеченской войны было начато специфически, чтобы сохранить коррумпированную семью Ельцина и поставить Путин в Кремль, как руководитель, сделать из него президент. Во время правления Ельцина собственность была приватизирована. Советская система была разрушена. Но фундамент для демократического общества не был создан. Ельцин был коммунистическим боссом на уровне области с соответствующим менталитетом. Он, может быть, отличился от других. Его жажда власти и индивидуальность к человеческой жизни. И Путин был идеальный кандидат сохранить его наследство. Если говорить об общественном мнении, общественных настроениях, формировавшихся в постсоветские десятилетия, то, наверное, трудно сейчас рассчитывать на массовые проявления недовольства войной в России, как надеются некоторые американские комментаторы. Россиян, можно сказать, приучили к идее необходимости небольших победоносных войн. Они поддерживали первую Чеченскую войну. Но после 18 месяцев бессмысленной потери, общественное мнение в России менялось, и большинство людей хотели выйти оттуда любой ценой. Но не нужно забывать, что тогда была сравнительно свободная пресса в России. Да, сейчас пропагандистская машина работает, но тогда не было мобилизации. Коротко, мы не знаем, что будет влиять на общественное мнение в России. Ожидается второй этап мобилизации. Может быть, больше по масштабу, чем первый. Это затрагивает всех. Количество убитых просто чудовищное. Прогресс в этой войне не очевиден. Продолжать это вечно, я думаю, будет сложно. Естественно, многое зависит от ощущения со стороны России, что руководство страны использует население как пушечное мясо. Это подозрение существует. Много людей имеют их претензии к путинскому режиму. Но в отсутствие информации со стороны Запада и четкое объяснение людям ситуацию, дезорганизованный масс, который подвергается государственную пропаганду, будет сложно оформить какую-то четко выраженную оппозиционную позицию. Но все-таки смутно что-то как-то может развиваться. Было бы лучше, если с одной стороны мы рассматриваем идею дать современное наступательное оружие Украине, но мы игнорируем психологическую сторону. И было бы уместно найти способ объяснить русской аудитории, настолько это доступно нам, что случится в самом деле. Что здесь нет никакой динацификации, здесь нет никакой войны с Западом. Здесь попытка маленькой группы людей сохранить для себя власть. Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Арчем Панентоном. Оставайтесь с нами. Привет! Я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Возможен ли мир с имперской Россией? Мои совмеседники сегодня Арч Паддингтон и Дэвид Саттер. Дэвид Саттер, вы пишете о том, что США и Западу необходимо сделать ставку на поражение России для того, чтобы избавить россиян от этого имперского прошлого, имперского сознания. Вы приводите, в пример, Крымскую войну, спровоцировавшую российские реформы, русско-японскую войну, после которой Николай был вынужден даровать России Конституцию. Не слишком ли большие надежды сегодня, честно говоря? Поражение все-таки только значит, что Россия вернется к ситуации в 2013 году. В 2013 году никто не старается захватить русскую территорию, просто чтобы они перестали совершить агрессию против других. Но это достаточно, чтобы, может быть, начать процесс изменения имперской психологии. А как вам видится это полное поражение? Велики ли шансы Владимира Путина сохранить власть? Это падение режима, это эволюция режима, обретение новой формы или сохранение в нынешнем виде? Мы не знаем, как это все развивается. Может быть, фронт распадается. Может быть, будет большое поражение, которое убеждает генеральный штаб, что больше не имеет смысла продолжаться. Есть разные возможности. И есть возможность, что даже, хотя я в этом слабо верю, что какие-то силы в самом Кремле или в самом правительстве будут достаточно силены, чтобы либо заменить Путин, либо вынудить его покончить войну. Но ясно, что если будет большое поражение, и военная ситуация становится настолько беспроспективной, что рациональный человек не может это продолжать, то это будет все-таки найти отражение в населении тоже. Они не могут безрезультатно вечно терять людей без начала хоть какого-то рационального обсуждения целообразности этой авантюры. Победа Украины, вам видится, сейчас неизбежной? Мы можем только судить по истории этой войны до сих пор. Ясно, что украинцы хорошо воюют, что Запад больше и больше доставляет современное оружие. Мы не знаем, как санкции будут действовать экономически на Россию. Но можно предполагать, что все-таки Россия скоро будет нуждаться в высокой технике, которая сейчас недоступна. Здесь много чего, которое просто трудно прогнозировать. Разные люди говорят, что с помощью массовой мобилизации Россия сумеет просто держать нынешнюю позицию. Тоже возможно. Но цена за это будет очень высокая, и война не кончится, потому что в оккупированных районах будет партизанская война. Дэвид, вы обращаетесь к западной аудитории, убеждая ее, что помощь Украине в интересах всеобщей безопасности и это противостояние с Россией необходимо довести до победного конца. У вас есть уверенность, что Запад все-таки даст Киеву оружие победы? Вот на днях после многочисленных заметок о том, что Украина вот-вот получит танки западного производства. Вдруг Берлин заявляет, что он пойдет на такой шаг, только если США дадут свои танки Киеву. А в Белом доме говорят, что у них нет пока планов передачи танков Украине. Они уже пошли дальше, чем я ожидал. Я склонен думать, что события будут вынудить их поддерживать Украину с наступательными оружиями, потому что мы видим, такие зверства совершают русские войска в Украине. Какие тактики, как они уничтожают гражданские здания и объекты. И Украина должна компенсировать для разницы количества людей. Я, естественно, надеюсь, что этот спор быстро кончится, и можно обратить внимание на обратное. Германия говорит, что они не будут доставить танки, если Соединенные Штаты не делают аналогичный шаг. Но это значит, что если Америка будет это делать, Германия тоже будет это делать. На днях Генри Киссинджер, самый, пожалуй, видный апологет идеи внеблокового нейтрального статуса Украины, призывавший учитывать то, что он называет интересами России, и объявил, что теперь Украина заслужила членство в НАТО. И еще, можно сказать, крупное символическое поражение для Кремля, где Киссинджера, как мы помним, принимали в прошлом с большим почетом. Я думаю, многое из так называемых реалистов стало и в самом деле более реалистичным. Раньше их реализм был в очень нереалистичном контексте, потому что все-таки наградить Россию для агрессии, это значит поощрять следующую войну. Мы видим, как такие проблемы можно создать в маленькой Северной Корее, несмотря на изолацию. Представь себе, что может делать Россия, если она победит в Украине и направит себя против всего мира. Я попросил Арча Паддингтона прокомментировать статью Дэвида Саттера. Арч, прежде всего, как вы относитесь к тезису о том, что путинская Россия представляет опасность по причине ее, так сказать, природной тяги к имперской экспансии? Если посмотреть на российское прошлое, невозможно не увидеть, что Россия – это страна, история которой богата периодами имперской экспансии. Вскоре после того, как Владимир Путин пришел к власти в России и почувствовал себя уверенно в роли президента, он заговорил как имперец. В тот момент в западных столицах на это обращали мало внимания, несмотря на то, что путинская Россия поддерживала несколько замороженных конфликтов на территории бывшего СССР. Позже Россия вторглась в Грузию, фактически безнаказанно, затем аннексировала Крым с минимальными для себя последствиями, и теперь она организовала полномасштабное вторжение в Украину. Конечно, на этом фоне все прежние заявления и откровения Путина обретают особый вес. Вспомнить хотя бы его статью об Украине, обнародованную Кремлем летом 2021 года. В ней был предложен, с точки зрения Путина, теоретический фундамент для войны с Украиной и потенциально пересмотра границ Европы. Эти взгляды, судя по всему, совпадают с настроениями значительной части, если не большинства населения России. Я до сих пор не могу забыть разговоры со своими российскими друзьями, которые были глубоко расстроены распадом Советского Союза, главным образом потери Украины. Дескать, нам не важны Среднеазиатские республики или Прибалтика, от них только проблемы. Но Украина – это совершенно другое дело. И Путин играет на этих чувствах россиян. Трудно сказать, какие планы он первоначально вынашивал в отношении Украины, но он, конечно же, не ожидал затяжной войны. Теперь, когда он втянул Россию в большую кровавую войну с соседней страной, я думаю, что он сам стал жертвой этих имперских экспансионистских настроений населения. Ему будет очень трудно завершить эту войну, не одержав полной победы. Как он оправдается перед россиянами за нечто меньшее, чем полная победа России? С другой стороны, если большинство населения продолжает поддерживать войну, что можно вполне допустить, у Кремля остаются значительные резервы для мобилизации населения. Что в этой ситуации может помешать Путину вести войну, грубо говоря, до последнего россиянина? На этот счет можно строить разные предположения. Наиболее вероятным и тревожным вариантом развития ситуации мне представляется то, что я называю замороженным конфликтом плюс. Как мне кажется, в данный момент Путин делает ставку на менее рискованную стратегию, стремясь уменьшить потери на поле боя. Не исключено, конечно, что он предпримет попытку еще одного масштабного наступления, о чем предупреждает украинское командование. Но более простым решением для него будет продолжение масштабных бомбардировок Украины с целью превратить восточную часть страны в развалины. И, как говорят военные эксперты, у него может хватить ресурсов для ведения такой войны в течение нескольких лет. И вы считаете, что западные столицы будут наблюдать за происходящим, отказываясь предоставить Украине оружие для ответа? Мы много слышим о том, что Киев вот-вот должен получить танки, возможно, дальнобойные ракеты, но этого не происходит. По мере продолжения этих российских воздушных атак, жертвами которых становятся мирные жители, я думаю, Белому дому придется пересечь свои красные линии и расширить арсенал поставляемых Украине вооружений, включая наступательные вооружения. Я подозреваю, что это произойдет, если только в ближайшее время мы не получим сигнал из Кремля о том, что там готовы вести мирные переговоры с Украиной на приемлемых для украинцев условиях. А такой шаг со стороны Путина сейчас представить практически невозможно. С вашей точки зрения, можно представить завершение этой войны, пока Путин остается у власти? Как вы сказали, ему будет очень трудно согласиться с чем-то, кроме полной победы. Я думаю, это возможно. Владимир Путин, можно сказать, держит Россию под полным контролем. Он контролирует армию, он контролирует полицию, службы безопасности, он контролирует средства информации. Вне его контроля в публичном пространстве остаются лишь пропагандисты, ультра-националисты, критикующие военное командование и стратегию ведения войны. Путин дал им свободу, возможную с большим умыслом. Он может таким образом дать сигнал Западу, Украине, что на фоне этих людей я выгляжу разумным человеком. Представьте, что произойдет, если мне на смену придет кто-то из этой обоймы. Вам лучше договариваться со мной. Я не исключаю, что Путин готовит какой-то путь для отступления в будущем. Ведь в прошлом, вплоть до вторжения в Украину, он действовал крайне расчетливо. Именно поэтому большинство наблюдателей не верили в то, что он решится на открытую войну с Украиной. Да, он вел себя агрессивно, но он, что называется, не зарывался. Здесь же потенциальная стоимость вторжения явно превосходила потенциальные выгоды. Путин мог продолжать держать Украину в напряжении долгое время, требуя от нее уступок в области безопасности. Он мог оказывать на нее давление другими способами. Он мог рассчитывать на приход к власти в Украине в будущем правительство с пророссийскими элементами. Вместо этого он сделал все, чтобы полностью исключить такую возможность. Плюс он открыл глаза на опасность российского экспансионизма странам, придерживавшимся нейтралитета, Швеции и Финляндии. Россия, благодаря Путину, создала себе немало врагов на своих границах. Этого не было 15 лет назад, этого не было 10 лет назад. Путин должен осознавать, что Россия уже потерпела стратегическое поражение и искать выход из ловушки, куда он втянул страну. Потому что за продолжение войны, даже если Путин сумеет в результате достичь каких-то из поставленных перед войной целей, России придется еще расплатиться гигантскими потерями. Людскими, экономическими, дипломатическими. Как вы думаете, готовы ли Соединенные Штаты к длительному противостоянию с Россией? Точнее, длительной масштабной поддержке Украины оружием и деньгами. Ведь пока уровень этой поддержки был крайне высоким. Едва ли кто мог предсказать, что президент Байден станет, в общем, самым большим союзником Украины в Америке. Политические Соединенные Штаты сейчас расколоты. Мы не знаем, кто будет следующим президентом, какую позицию он займет в отношении американского глобального лидерства. Успехи президента Байдена в сплочении союзников по Атлантическому Союзу впечатляющие. Общественное мнение в Соединенных Штатах на стороне Украины и даже скептики в республиканской партии говорят в основном лишь о необходимости контроля за средствами, расходуемыми на помощь Украине. Но мы не можем знать, что произойдет после следующих президентских выборов. Мы не знаем, какая будет экономическая ситуация. В прошлом мы могли быть уверены, что вне зависимости от того, кто находится у власти в Белом доме, США будут решительно выступать в поддержку демократии в мире. Сегодня полной уверенности в этом нет. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С Сарчем Паненттоном и Дэвидом Саттером мы обсуждали вопрос «Возможен ли мир с имперской Россией?» Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на «Тьюн-эм», на канале «Радио Свобода» на YouTube. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкаста. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова